Дорогие братья и сестры, слава Богу! Благодарю Бога, что Господь дал еще нам один сегодняшний день, день воскресный, что мы можем собраться на этом месте. Я верю и знаю, что мы не случайно приходим сюда, но знаю, что у Бога для каждого из нас есть цель. Он что-то хочет совершить в нашем сердце, что-то хочет сказать нам. Когда один брат молился, говорит, «Господи, дай мне слово, что мне сказать народу, что ты хочешь сказать?» И Господь говорит ему, «Я не говорить хочу, я хочу делать». Дорогие братья и сестры, Дом Божий – это там, где является Господь. Дом Божий – это место, где проявляется Его сущность, Его действие. Это там, где Он управляет. А наша задача – позволять Ему действовать. Притча 22 глава, 19 стих. «Чтобы упование Твое было на Господа, я учу Тебя и сегодня, и Ты помни». В свое время это было ставлено на священных страницах Библии. Этот человек, который писал эту книгу-притч, пишет, говорит, «Чтобы упование Твое было на Господа, и я учу Тебя, и Ты помни». Наше время, оно, в котором мы живем, хотя кажется спокойное, и мы, люди, способны привыкать или приспосабливаться, приучаться к чему-то. И вроде бы все тихо и спокойно, но, с другой стороны, все непросто и сложно. И Слово Божье, Библия, для нас оставлено для того, чтобы мы могли научаться. И вот здесь написано это место, что этот служитель Божий, Он учил этого человека, чтобы правильно была надежда на Бога. Оказывается, может быть, и неправильная надежда на Бога. Оказывается, может быть, неправильное упование, или что-то, может быть, не сработать. Я не раз в своей жизни переживал моменты, когда что-то не срабатывало. Ты молишься и просишь, и ждешь, а в итоге ничего не происходило. И это говорит не о том, что Бог не сделал. Это говорит о том, что где-то что-то было неправильное. И мы в Доме Божьем, и мы можем смело уповать и надеяться на Бога. Несколько примеров приведу из страны Священного Писания. Нам нужно пользоваться временем, которое дал Господь, потому что мы не знаем, что ждет нас завтра, послезавтра. Да кто может сказать, что будет в нашей жизни, и что предстоит пройти, будет ли это тихо, спокойно, мы не знаем. Но у нас есть время сегодня, и мы можем этим временем пользоваться правильно. Было время, когда был построен храм Соломонов, и там была такая произнесена молитва. Говорит, когда человек почувствует в себе или в сердце своем какую-то опасность, когда почувствует в себе какое-то бедствие. Знаете, бывает в жизни людей, еще ничего не пришло, но он что-то предчувствует. И там он говорит о том, что и придет в храм, или обратит лицо к храму и помолится. То есть, оказывается, можно решить еще даже тогда, когда ничего не произошло. И это оставлено на страницах Священного Писания. Еще несколько примеров. Часто беседуюсь с людьми, слышу высказывания в адрес братьев, служителей, пастора. У каждого есть свое мнение. Анна, которую все время очень сильно доводила, ее соперница. И при всем том, что в том доме, в селоме, не все было в порядке со священством, не все в порядке было со служителями, не все было правильно устроено, она бы могла сказать, а что я пойду туда? Ай, они там! Да кто? Что они там могут? Но она так не говорила. Она приходила в дом Божий и плакала. И при всем том, хотя этот служитель, он не дал правильную оценку, ее вот этим слезам, сказал, иди вытрезвись. Она не обиделась на него, она сказала, а ты священник, как ты мог такое сказать? Да они вообще, да что ты не бодруствуешь? Мы способны так говорить. Она этого не говорила, она дала ответ скротостью. Говорит, я жена, скорбящая духом. Смотрите, что вот этого священника, который не бодруствует, Бог берет в удел и говорит, иди! И будет ответ. Дорогие братья и сестры, мы часто много смотрим глазами, и у нас много знания, но нет познания Господа. У нас есть много заключений, много разговоров, но мы так и ничего и не получаем от Его порой присутствия. И вот эта Анна, несмотря на все, это не ее дело, и она не могла бы идти даже решить вопросы, но она пришла к Господу, и она смогла решить свой вопрос жизни, и Бог презрел на ее смирение. Мы порой готовы многие вопросы решить, высказать, разобраться, поставить все на места, но своей семье, своем доме не можем решить вопросов. Но Бог желает, чтобы мы решали те вопросы в нашей жизни, в семье, в доме, в своем сердце. Много есть еще примеров, я напомню, о Давиде, когда он устал, изнемог, и когда Господь помог, взяв в удел других братьев. Пример был также, еще могу вспомнить, про Самсона, когда он много сражался, много держал победы, но у него не стало силы. Даже сильные люди, духовно сильные, они способны падать от бессилья. Но когда он воззвал Господу, Библия пишет, что разверглась Емина в лехе, и он пил оттуда воду. Дорогие братья и сестры, у этих людей все было правильно с надеждой на Бога. Писание пишет в притче 14-26 «В страхе пред Господом надежда твердая и сынам своему прибежище». Когда человек теряет страх Божий, у него нету твердой надежды. Когда приходит человеку надменность, гордость, самоумеренность, есть множество вещей, и они лишают человека твердой надежды. Еще пример о пророке Илии, который совершил дело Господне. Было действие, слава Божья, но вот он лежит под можжевелым кустом и просит смерти. И смотрите, что произошло. Бог посылает Ангела Своего и дает пищу, чтобы укрепилась сила Его, Дух Его, и чтобы Он мог идти. Дорогие братья и сестры, какая бы в нашей жизни ни было обстоятельства или ситуация, у Бога нету тупиков. Какая бы ни была в нашей жизни трудность, у Бога всегда есть ответ, и за это слава Богу. Еще зачитаю несколько мест Священного Писания. Это Иова, 8 глава, 15 стих. 13 вернее. Таковы пути всех забывающих Бога, и надежда лицемера погибнет. То есть, если я верующий человек, удаляюсь от Бога, или второй пример дальше, говорится о том, что если я лицемер, то есть, неправильно строю свои отношения с одними так, с другими по-другому, то Библия пишет, что с моей надеждой ее просто не будет. То есть, когда придет в жизни человека обстоятельство, и нужно будет решить, и нужна будет надежда, что пройти, он не сможет пройти, потому что в его жизни что-то неправильное. Иова, 11 глава, 13 стих и ниже. Если ты управишь сердце твое и прострешь к нему руки твои, и если есть порог в руке твоей, и ты удалишь его, и не дашь беззаконию обитать в шатрах твоих, то поднимешь незапятнанное лицо твое, и будешь тверд, и не будешь бояться. Тогда забудешь горе, как о воде протекшей, будешь вспоминать о нем, и яснее полдня подержись твоя, просветлеет, как утро, и будешь спокоен, ибо есть надежда, ты огражден, и можешь спать безопасно, будешь лежать, и не будет устрашающего, и многие будут заискать у тебя. Смотрите, что здесь Слово Божье говорит. Если ты управишь сердце, то есть настроишь сердце, подготовишь сердце так, чтобы поднять руки к Богу, дальше указано о том, что нужно удалить порог, если есть порог, или беззаконие в доме, оказывается, эти вещи тоже влияют на получение ответа. И, дорогие братья и сестры, задача врага лишить человека веры, задача врага лишить человека надежды, и порой через эти вещи в нашей жизни мы можем лишаться надежды на Бога. И в человеке неспокойствия, много переживаний, трудностей, я понимаю, и я это проходил, и потому говорю сегодня из этого, из Слова Божьего. Что такое человек? Как-то я рассуждал, помню, были в армии трудности, переживания, ну, между, ну, межличностные отношения, и, ну, там угрозы были, ну, я молился, просил, как-то, знаете, потому что, когда ты, ну, переживаешь все равно, когда в твоей адрес что-то говорят, ты слышишь что-то, и когда начало прощаться к Господу, Господь дал мудрость, понимание дал, я как-то, возможно, делился, я не помню, и Господь говорил, что такое человек? Такие мысли начали посещать, плюс 2 градуса температуры, и у человека нету силы. 36,6 было, 2 добавить, 37,6, 38,6, и сильного человека уже нету силы. И, ну, тот сильный человек, который уповает на Бога. Еще расскажу несколько примеров, когда довелось слушать одно свидетельство одного брата, он служителем, был и, ну, с разных сторон, и там и братья восстали, и трудности пришли в жизнь, и он, ну, приходил домой и просто плакал, склонял колени, и просто заливался слезами, умолял лице Божье, просил помощи, но не было того спокойствия, и однажды, говорит, раздался в комнате голос, где твоя вера? Господь заговорил к нему, где твоя вера? Он говорит, Господи, ну, не видишь подо мною лужа слез, вот моя вера. А Господь говорит, что это не верие твое, а в этой ситуации я хочу, чтобы ты сохранил спокойствие. И показал ему вот эту историю, когда были на бушующем море, и ученики когда тонули, а Христос спал, и нужно было сохранить спокойствие. И он покаялся, попросил у Бога прощения за недоверие Богу, спокойно лег спать, а на следующий день пришел ответ на все его вопросы. Есть моменты, когда доверие Богу, оно выражается в спокойствии. Есть моменты, когда нужно сражаться, нужно молиться, но есть моменты, когда нужно просто полагаться на Бога и хранить в своем сердце мир. Не раз переживал также такое действие. Однажды ехали в поездки и молились, Господи, о чем говорить. И Господь указал говорить о переживаниях, о напрасных переживаниях в жизни верующих людей. И в моей жизни также были переживания, я не мог об этом говорить, хотя это оно касалось также меня. И когда вышел за кафедру, начал говорить, и последствия нужно было совершить молитву, и сошла сила Божья, и Господь дал и мне ответ, и дал мне свободу. Дорогие братья и сестры, есть свидетельство Божье, и мы в церкви Божьей, и мы должны верить Богу и ожидать от Господа, потому что Он силен совершать. Еще несколько примеров хочу привести, что у Бога нет безвыгодных обстоятельств. Не раз я могу свидетельствовать о том, когда не было надежды, были переживания, но находясь в церкви Божьей, ища внутренне молясь, ища лица Божьего, Господь говорил через пение. Ярко помню один пример, когда вышел брат и запел песню, и во время этого Дух Святой заговорил ко мне и там мир и покой. Дорогие братья и сестры, мы в церкви Божьей, чтобы радоваться, чтобы получать утешение, чтобы получать ответы от Господа, чтобы сделать ухо свое способное, слышать то, что говорит мне Дух Святой, возможно, даже и лично, и поэтому пусть Бог благословит. И как жалко, конечно, что время идет, но так мало познания Божьего в нашей жизни, и Бог способен многое совершить, но порой у нас нету веры, и порой обстоятельства за обстоятельством, и они лишают у человека какая-то была вера, но они выбивают человека веру, разрушают, приносят какой-то вред, ущерб, и в итоге каждый человек жизнь должен пройти, должен возрасти в вере, а в итоге у него ничего нету, только разрушенное, только сломанное, только неправильно сросшуюся, и это все нужно восстанавливать, как-то я делился словом, и говорил о том, что общался с одной сестрой, ее жизни почти очень большие трудности, и молясь, спросил, Господи, и как помочь, почему так? И Господь говорит, что ее вера неправильно срослась, то есть те обстоятельства, которые были, они сломали ее, и Господь говорит, чтобы помочь, ей нужно это вновь ломать и правильно составлять. Дорогие братья и сестры, Бог не пришел, чтобы мучить, Бог не пришел, чтобы, не для того, чтобы издеваться или наказывать, Он пришел для того, чтобы наша вера возрастала, мы утверждались Боге, чтобы мы все больше и больше уповали на Него, и доверялись Ему, и строили отношения с Ним, и Бог желает этому учить. И я понимаю, что непросто проходить эти обстоятельства, но есть братья, сестры, есть Слово Господне, есть Духа Божия, которую нужно дожидаться, чтобы приходили ответы. И еще расскажу одно свидетельство. Как-то слушал, однажды один брат делился, что у них была молитва в церкви, и хорошая молитва была, и тут раздался стук в окно, как-то не обратили на это внимания. Зашла молодая, небольшого роста женщина зашла, и говорит, мы так дальше продолжаем молиться, неверующие, не обратили на нее даже как-то внимания. Она говорит, здесь есть священник, кого перебила молитву, еди священник. Ну, там брат, говорит, да, есть, говорит, ну, не смело, да, есть, а кто? Говорит, я, говорит, у меня муж умирает в больнице, можете ли вы ему помочь, принять исповедание у него? Говорит, ну, да, можем. Говорит, пойдемте со мною. Ну, говорит, я оставил молитву, и пошли, говорит, вместе в реанимацию, приходит в реанимацию, и она неверующая, и, ну, этот муж тоже неверующий, и заходит туда, пытается зайти, а врач не пускает, кто вы такой, а что вы будете делать, а туда запрещено, а вы не имеете права зайти туда, а где ваши документы, где ваша, ну, хотя бы одежда священническая, и он говорит, этот служитель так смело говорит, так как вам, говорит, одежда нужна священническая, или священник вам нужен, ну, конечно же, священник, говорит, вы не имеете права близко приближаться к этому больному, можете делать это на расстоянии, совершать свои вот обряды, ну, в общем, в итоге их запустили туда, и, говорит, они увидели жуткую картину, ну, то есть, то, что там происходило, что аппараты работали, очень много трубок, органы отдельно вообще были, там промывались, и, ну, тяжелая картина, и этот служитель говорит, что, если ты меня слышишь, покажи, покажи знак, говорит, веками поморгай, ну, чтобы я видел, и, говорит, когда он поморгал, говорит, повторяй за мной молитву покаяния, и вот, когда этот служитель начал говорить эту молитву, пред ним открылся свиток, и Богу показал все грехи этого человека, и он с этого свитка читает, и, говорит, этот повторяет, закончилось все, совершили молитву, и он уходит, и Господь говорит, что еще надо сделать то и то, указал, что ему сделать еще в этой палате, и он уходит, говорит, через три дня придете в Дом Божий, воздадите благодарность Богу, и ушел. Врач засмеялся, говорит, такой смех, просто не мог от смеха, просто, ну, закатывался от смеха, не мог выдержать, говорит, какой, ну, мертвец, куда, какой, через три дня, какой Дом Божий, говорит, но так и произошло, говорит, воскресенное служение, и этот человек приходит вместе с женой, чтобы поблагодарить Бога. Дорогие братья и сестры, я слушаю это свидетельство, я понимаю, что мы недостаточно знаем Бога, мы не знаем, на что Он способен, мы не знаем, сколько у Него силы, мы не знаем, что Он может сделать в нашей жизни, и нам нужна надежда на Бог. Дорогие братья и сестры, если, дорогой брат или сестра, ты походишь в трудности, знай, что Господь рядом и Он хочет помочь тебе. Но прежде я бы посоветовал приводить свою жизнь в порядок. Может, на кого-то ты держишь обиду, кому-то что-то ты должен, у кого-то нужно попросить прощения, что-то нужно навести порядок, возможно, с детьми, с мужем, с родственниками, возможно, нужно христианскую жизнь пересмотреть в семье. Это нужно сделать, и будет ответ от Господа. Я не раз в своей жизни переживал, и не так давно. Так же пришла немощь в мою жизнь, я думал, или туда идти к врачу, или туда, или ехать на обследование. Разные мысли посещали, но пошел помолиться. И Дух Святой сказал, что в этом покаяться, и в этом. покаялся, еще раз помолились, и Дух Святой говорит, будет явлена милость, ведь нам нужно совершенно положиться на меня. А неделя, другая, и все восстановилось. И я благодарю Бога, и могу свидетельствовать, что Бог наш живой. Дорогие братья и сестры, нам нужно уповать на Бога живого. Но если мы не будем исправлять свои пути, если мы не будем приводить жизнь свою в порядок, если мы будем уповать на Господа правильно, если будем продолжать лицемерить, или жить как хотим, храни Господь. Но Бог желает, чтобы наша вера и наше упование, оно возрастало. И мы в этой скромности, кротости, в древере Богу, могли жить и благодарить Бога. И еще одно место хочу зачитать. Последнее. Это Ефесянам. Всем известное. С 15 стиха. «Поэтому и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего, Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. И просветил глаза сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его». До сего места. Дорогие братья и сестры, как всем нужно нам, чтобы Господь нас просвещал, чтобы Господь открывал глаза наши, чтобы мы видели себя, в каком мы состоянии. Потому что Господь не раз Духом Святым говорил, что у народа нет основания, придут трудности, и многие из народа поколеблются. Есть время благоприятное, когда мы можем примиряться, просить прощения, когда мы можем рассматривать свое состояние и признавать о состоянии своей надежды, говорить, «Господи, я потерял надежду, что-то со мной не так, что-то где-то неправильно, помоги мне, дай слово». И Бог по молитвам, Он будет совершать свое действие, чтобы мы возрастали во святой храм, и не были унылые, и не были печальны, но обновлялись Духом Святым и радовались присутствия Его. И пусть Бог благословит, и пусть Ему будет слава. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok